Здравствуйте дорогие друзья! В данной презентации мы продолжаем серию вебинаров, посвященных кооперативу «Зеленая дорога» и его возможностям. Как говорил в прошлом вебинаре, что в одном видео невозможно рассказать о возможностях нашего кооператива. Итак, с вами снова Сергей Благасаров и сегодня вебинар на тему «Условия получения займа в кооперативе». На предыдущем вебинаре мы рассмотрели основные проблемы граждан в вопросе приобретения жилья, как эти проблемы решает кооператив, а также о всех возможностях и преимуществах нашего кооператива, а их более 30. Мы узнали о целях и задачах кооператива, о миссии «Зеленой дороги», о том, что кооператив является некоммерческой организацией, в чем надежность его, о том, что кооператив и сотрудники, отмеченные высокими государственными наградами перед Отечеством, познакомились с руководством кооператива, во главе которого основатель и председатель Маслов Олег Анатольевич. Хочу отметить, что в эти дни нам исполняется 13 лет. Серьезная дата. Пройден огромный путь и результаты нас только радуют. Любимая фраза Олега Анатольевича, она стала девизом кооператива. «Каждой семье по квартире на лучших условиях в мире». И в завершении предыдущего вебинара мы еще узнали, чем наша организация отличается от других. Но сейчас я расскажу, что мы узнаем из этой презентации. Мы узнаем, какие условия для получения займа, как использовать материнский капитал, как сохранить льготы на предоставление жилья, а также узнаем о схеме накопления, увидим примеры тарифов, как происходит процесс покупки жилья. Рассмотрим схему работы кооператива в пяти шагах. Первый – вступление в кооператив, потом накопление, выполнение условий, тарифа, покупка недвижимости и передача недвижимости собственной. Вступление. Прежде всего, вступить нужно в кооператив, для этого нужно оформить пакет документов, потом оплатить с ДОС 80 тысяч рублей сразу или в течение 90 дней. Третий – определить ориентировочную стоимость недвижимости, кратко ОСМ, которую планируете приобретать. Четвертый пункт – выбор тарифа. Это условия накопления и условия, при которых вам будет выдан займ. Обратите внимание, что возраст членов кооператива от 18 лет и до бесконечности. От вас только нужен паспорт, никаких справок о зарплате кооператив не требует. Второй шаг – накопление. Сначала утверждается индивидуальный график накопления паевых взносов, после этого производится оплата паевых взносов согласно графику и оплата членских взносов ежемесячно в размере 600 рублей. Третий шаг – выполнение условий тарифа. Накопление необходимой суммы для получения займа, постановка в очередь для получения займа или суды беспроцентные, можно так называть. Третьим пунктом выполнения условий тарифа является, что вы сами подбираете свою будущую недвижимость в любой точке России. Вы выбираете потенциального продавца и риелторскую организацию. По вашему желанию кооператив может представить эти услуги. И обращаю еще раз внимание, что кооператив не выдает деньги на руки. Кооператив приобретает вам недвижимость. Четвертый шаг схемы работы – это покупка недвижимости. Сначала проверяется чистота сделки с вашим продавцом, потом выделяется займ и покупка недвижимости. Третьим пунктом – утверждение индивидуального графика рассрочки паевых платежей для члена кооператива, въезжающего к купленному квартиру. Недвижимость оформляется в собственность кооператива или на вас, но с обременением до погашения займа. Очень интересный пункт и очень важный. С первого дня проживания вы можете прописать своих родных и даже сдавать свою недвижимость в аренду, что не выполняется при приобретении жилья в ипотеку. И пятый шаг завершающий – это передача недвижимости в собственность. После проверки выплаты всех паевых взносов, после течения определенного времени, конечно, появляются паевые взносы, появляется погашение займа, оформление документов и полное снятие обременений. После этого передача недвижимости в вашу собственность завершается. Поздравляем, вы полноправный владелец собственного жилья. Теперь переходим к следующему этапу и узнаем, как можно выбрать тариф. На данном слайде вы видите табличку. В ней с левой стороны стоимость недвижимости и ежемесячный платеж. То есть это два параметра, исходя из которых нам предлагают определить тариф. Первый параметр – стоимость недвижимости. Второй – это наш доход, наши финансы и возможности. Сколько сможете откладывать на свою недвижимость. И, соответственно, выбранных параметров определяем, какой вариант вам более подходит. В кооперативе большой выбор вариантов на все финансовые возможности желающих получить сумму на свое жилье, даже при минимальных финансах. Это клубная программа. Но об этом поговорим в следующем вебинаре. К примеру, ваша стоимость определена от 1,5 до 3 миллионов рублей. Вот это графа. Ежемесячный платеж у вас от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Значит, вам подойдут три тарифа на выбор. Это стандартный, антикризисный и перспективный. Все подробности по каждому тарифу, также даже по тарифу и программе клуба и любимый плюс – это будет в следующих вебинарах. Для сравнения посмотрите на эту картинку. Примерно так выглядит банковская ипотека и суда от кооператива «Зеленой дороги». Какие проценты выплачивают люди, взявшие ипотеку, как видите, и какие расходы у наших членов, взявших суда в кооперативе. Следующая таблица – это сравнительный анализ тарифа ипотечной и банковской ипотеки. Сразу хочу заметить, что тариф ипотечный – один из самых дорогих тарифов «Зеленой дороги». При сумме стоимости жилья в 4 миллиона, в конечном итоге, все затраты по определенному количеству времени в «Зеленой дороге» будут всего лишь сверхзатраты – это 500 тысяч рублей. При ипотеке будет 9,5 миллионов. Разница ощутимая, правда? Процентные ставки в кооперативе – 0, в банке – процентная ставка – 12. Но не это главное. Главное, что, чтобы рассчитаться полностью по ипотеке, необходимо 25 лет. В кооперативе это можно за 8 лет и 4 месяца. И не обязательно иметь кучу документов, а только лишь паспорт. А в банковской ипотеке нам нужен и паспорт, и два МФЛ-справки, и страховки, и многое другое. И вначале, как помните, всегда оплачиваются расходы за получение кредита. Ипотеки. То есть проценты, проценты, проценты. Тело самого кредита не оплачивается в первой половине выплат. Рассмотрим покупку квартиры. Займ выделяется на некоммерческую недвижимость в любом регионе России. К этому относятся квартира, дом, земельный участок, дача, гараж, новое строительство. Все сделки проявляются службой безопасности банка, самим кооперативом и другими полномочными организациями, так как мы все заинтересованы, чтобы наши заемные средства были отправлены по назначению. Немного о материнском капитале и ольготных очередях. Существует много различных социальных групп населения, для которых внедрены различные государственные и федеральные программы, связанные со льготами и субсидиями. Это выпускники детских домов, военнослужащие, молодые семьи, инвалиды, многодетные семьи, которым выдается материнский капитал, беженцы, переселенцы из братских республик, молодые ученые, молодые учителя и так далее. Для тех, кто имеет льготы от государства, очередь в кооперативе анонимная и всегда сохраняется за вами. А материнский капитал можно использовать для погашения займа, полученного от кооператива, и это законно. Давайте поговорим о сроках возврата займа. Конечно, после покупки недвижимости, член кооператива получает целевой займ. Сумма займа для погашения рассчитывается по формуле. Ориентировочная стоимость жилья, которую вы сами определили, за минусу накопленного пая. Займ. Условия возврата займа с судой описаны в каждом тарифе или программе. К примеру, вы получили целевой займ, то есть беспроцентную суду, и вам купили квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. Составляется индивидуальный график рассрочки платежей на возврат с суда. И согласно графику, вам необходимо вернуть 2 миллиона рублей, то есть ежемесячный плачеж при этом будет не менее 1% от суммы займа. Значит, возврат всего лишь в месяц 20 тысяч рублей. И к графику определяются сроки возврата. В отдельных случаях платеж месячный может даже быть менее 1%. Давайте посмотрим, какие же результаты за все эти годы. Сейчас мы увидим список участников кооператива, получивших беспроцентную сумму на покупку жуля со дня основания кооператива. Все эти списки выложены на основном нашем сайте. Первый график – нумерация, во втором – личный номер члена кооператива. Первый беспроцентную сумму на квартиру уже через полгода, в 2004 году, получил член кооператива под номером 29. И как видите, следующий слайд – это список с 21 по 40 номер и так далее. И хочу обратить ваше внимание, что здесь большинство квартир из Москвы и Московской области. Также есть квартиры, вот видите, с Алтайского края, город Саратов, город Сочи, Иркутская область. В основном люди, которые приобретали квартиры в Москве, это были люди приезжие. Так что вот здесь мы видим, что эти все квартиры, как мы знаем, что в Москве самая дорогая недвижимость. И пока создавался данный вебинар, еще один счастливчик въехал в свой дом под номером 103. Он получил средства на строительство дома в Подмосковье через талиф антикризисный. И несколько примеров от тех, кто получил жилье в кооперативе «Зеленая дорога». Как видите на слайде Ирина Азарова, она менее чем за год стала обладателем собственного жилья. Ирина приехала из маленького городка в Москву с двумя детьми и студентами в 2008 году. Снимала жилье в аренду за большие деньги. Понимала, что приобрести квартиру в ипотеку такая была на всю жизнь. Да еще и прописки тогда не было. Но так как Ирина юрист и с большим стажем работала в банке, знает, что ипотека не подходит, стала искать другие варианты по покупке жилья в Росточке. В течение полутора лет подробно изучала все варианты возможные в России. Сделала сравнительный анализ. Оказалось, что «Зеленая дорога» это лучший вариант. И в 2010 году Ирина уже стала членом кооператива «Зеленая дорога». Потом она узнала, что в ее окружении есть люди, уже получившие квартиры в кооперативе. Ирине осталось только прийти и познакомиться с руководством и документами. И уже через 11 месяцев, в марте 2011 года, Ирине выделили заем на покупку жилья в городе Москве, недалеко от станции метро «Рыблино». На следующем слайде мы видим два примера. Это Андрей из Подмосковья. Он вступил в кооператив в апреле 2014 года. И через три месяца, участвуя в тарифе коллективной, Андрей получил беспроцентный заем. Теперь живет в собственной двухкомнатной квартире в Одинцовском районе, тоже в Подмосковье. И чуть ниже видим Зои Заикина в городе Москве. Приехала она в Москву со взрослой дочерью. Купили одну комнату в сталинской коммуналке. И уже с 2010 года, участвуя в тарифе любимой, Зои Заикина дважды получала беспроцентный заем. На выпук двух комнат в коммунальной квартире в городе Москве. Теперь вся трехкомнатная квартира принадлежит семье. Я думаю, мы можем порадоваться за наших членов кооператива. Таких примеров очень много. Какие же первые шаги мы должны сделать, чтобы получить желаемое? Первое. Ознакомиться с документами кооператива. Изучить тарифы, программы. Пообщаться с теми, кто получил ссуду. Посмотреть наш сайт info.greenroadclub.ru Посмотрите отзывы на нашем канале YouTube. В группе социальной сети ВКонтакте. В нижней части нашего сайта вы увидите значки и иконки. По ним можно легко перейти. Вступайте в кооператив. Регистрируйтесь в клубе «Зеленая дорога» по ссылке вашего пригласителя. На данном слайде вы видите список вебинаров, которые уже вышли и будут выходить. Следующий вебинар у нас будет «Как за 12 месяцев приобрести жилье». Анонс вебинара на этом слайде. И вы узнаете, как за 12 месяцев накопить на свою квартиру. Как получить беспроцентный заим от кооператива и не отдавать его. Все выгоды партнерской программы кооператива. Как выиграть миллион, участвуя в акциях клуба. За что сетевики любят наш клуб «Зеленая дорога». И почему на квартиру может накапливать даже школьник. Спасибо за внимание. Ждем вас на следующих вебинарах. С вами был Сергей Багдасаров. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...